В рамках года ребенка телеканал Север будет знакомить вас с одаренными детьми. Сегодня мы расскажем о сестрах Макиенко. Две половинки, пятиклассницы, пример для подражания. Они отличницы, спортсменки и артистки. В родной школе у девочек так много поклонников, что было решено устроить для них сольный концерт. На нем побывала наш корреспондент Надежда Литкова. Все пролетают так легко, смеются вместе и плачем. Мы никогда уже не сможем иначе. И на дорогу светит солнечный зайчик, про ночь и снеж в облаку. Какие же они одинаковые, думают все, кто видит их в первый раз. Какие же они разные, говорят те, кто хорошо с ними знаком. Заниматься вокальным искусством сестры Макиенко начали в первом классе. Начинали с простых детских песенок, а теперь осваивают джаз и эстрадное пение. Они две половинки, но они абсолютно разные. Ксения более спокойная, Дарья более темпераментная. Но они друг друга очень хорошо дополняют. У них даже разные тембры голоса. Хотя, когда они поют, голоса сливаются. В своей школе Даша и Ксюша – настоящие звезды. И как у настоящих звезд, у девочек есть поклонники, для которых и решено было провести сольный концерт. К шоу готовились целый месяц. Главные помощники, как всегда, любящие и заботливые родители. Мама Наталья – личный костюмер, стилист, визажист и хореограф на всех выступлениях и репетициях. Потому что они очень добрые, веселые, заводные. Они сами любят всех. И их любят за это. Я считаю, благодаря художественному руководителю. И Жанне Васильевне, конечно. С первого класса сразу взяла в оборот и просто напускает. Сестры-близняшки не только выступают на сцене. Девочки с шести лет занимаются плаванием, участвуют в соревнованиях и берут первые места. К тому же они отличницы. Несмотря на занятость, дома девочки ведут себя хорошо. Дома все просто, весело, легко. Общение у нас. Мы как-то, не знаю, все на одной волне. Даша и Ксюша уже учатся самостоятельно планировать свое время, ведь надо многое успеть. Разучить слова, движения, сделать уроки. И, конечно, очень важно отдыхать. Свободное время девочки проводят на катке, в кино или со своей лучшей подругой. Она одна на двоих. Часто ругаемся. Ну, как бы, в принципе, ну, иногда дружеские отношения бывают. Ну, если мы отдельно, то нам грустно. Да, потому что постоянно, когда, допустим, летом мы ходим гулять, нам вдвоем скучно, когда у нас там, ну, бывало время, когда у нас вообще друзей там не было, а потом появились. Вот, и бывало такое, что там друзья не хотят пока идти гулять, и бабушка нас вела на улицу. Ну, мы говорили, что нам скучно вдвоем. Говорили, ну, вы же вдвоем, как бы, весело будет. А мы говорим, что мы вдвоем как одна. Поэтому нам как одной скучно. Репертуар юных певиц самый разнообразный. И такая же публика. На концерт пришли и первоклассники, и старшие школьники. У Даши, Ксюши и их руководителя много планов. Первый сольный концерт – только начало.